приветствую вас я бы наверное вот первым делом я бы наверное забыл вам вопрос чего вы хотите потому что на данный момент вы в своем вот тексте не описывайте чего хотите не пишите чего хотите какой у вас запрос к психологу вы не пишете тоже это очень важный момент по мостам без этого мы не очень понимаем в какую сторону двигаться нам с вами какой помощи ждете например вы от нас и так далее смотрите да молодой человек ревнует нас молодой человек не уверен в себе к сожалению большому вот он не уверен в себе он сомневается и сомневается в себе вот и в целом то что вы выстраиваете отношения на расстоянии это конечно довольно серьезная проблема как мне кажется потому что отношения на расстоянии чревато вот такими ну такими такими вот историями такими вот проблемами такими вот действиями да такими вот вот флотингами по большому счет и мне кажется что именно вам нужно решить для себя вот именно вам считаете ли вы приемлемым или не приемлемым Такое поведение молодого человека по отношению к вам. На мой взгляд это поведение неприемлемо, потому что человек вас ревнует, человек вам запрещает заниматься своей жизнью, по факту человек не позволяет вам развиваться, человек хочет, чтобы вы, ну, чтобы вы свою жизнь полностью подчинили ему. Вот. Почему из-за чего вы это терпите, такое его отношение к вам это, на мой взгляд, большой вопрос. Вопрос. Может быть речь идет о том, что вы боитесь его потерять, может быть речь идет о чем-то еще, это, конечно, однозначно сказать сложно достаточно, но суть остается сутью, что вы сейчас находитесь в откровенном, в такой поведении жертвы, вот, и это поведение жертвы вам по факту мешает, мешает очень сильно, потому что вы, вы себе не принадлежите по большому счету. И вам, конечно же, тяжело. Это мне в таком сомнении. Честно говоря, сложно представить, что мужчина вас любит, сложно сказать, что у него действительно есть к вам серьезные чувства, потому что то, как он себя ведет, свидетельствует о том, скорее, что он воспринимает вас как, эм, как, ну, знаете, как некую вещь, такой предмет, который нужно стараться удержать. Комендару вы говорите, что он ничего не делал для того, чтобы переехать к вам в город, и вы как сидели одна в четырех стенах, как кредита, что, конечно же, очень тяжело. То есть, в целом, в целом, у меня есть ощущение, что у вас весьма заниженная самооценка, вот, есть у меня такое ощущение, что у вас заниженная самооценка, и в результате этой заниженной самооценки вы позволяете молодому человеку вести себя с вами, с вами, вот так. Может быть, из-за того, что потеряете и вы боитесь, может быть, из-за чего-то еще сказать однажды сложно, но факт тот, что вот нужно, 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 нужно. все-таки, полагаться на себя, да, и не позволять себя усимлять и унижать. Вот. Сейчас ситуация именно такова, что этому, этому происходить не поваляет, к, ну, к сожалению, к большому, к сожалению. Вот. И, соответственно, раз вы позволяете этому происходить, то почему в таком случае вы и не, и нет. Если вы позволяете этому случаю, если вы позволяете молодому человеку себя, вот, с вами так вести, то почему, ну, чему тогда, чему тогда удивляться, что он не хочет, чтобы вы работали. Вот. Да, вам нужно, вам нужно сделать свой выбор. Вам нужно сделать выбор, от чего вы хотите, вам нужно сделать выбор, в каком, ну, в каком направлении вы хотите двигаться, вам нужно сделать выбор в сторону того, куда вы хотите идти. Вот. И молодой человек, если он вас любит, даже при условии, что ему тяжело подобное принимать, он это примет, примет. Но очень важно, чтобы вы не чувствовали себя виноваты, очень важно, чтобы вы не чувствовали себя, не чувствовали, что вы делаете что-то плохое. Вот. А наоборот, как бы спокойно, ну, спокойно воспринимали свое решение. Вот. Либо в противном случае мужчина так и будет пытаться вас подавлять, видеть, потому что будет чувствовать что вы, не уверены, будет чувствовать, что вы не уверены. Будет чувствовать что вы смываетесь, будет чувствовать что вом engine плохоfern, вознуженно правде. Говоря о том, что , ну, что … …ээээээн и ныне работать, грубо говоря, и, собственно, в этом направлении вам и ныне двигаться. Это тяжело, это не будет легко, к сожалению, но если вы молодому человеку донесете корректно свою позицию, если вы донесете до него, что есть ваше желание, есть ваши потребности, есть то, что вы хотите есть, то, что нужно вам, вот, то я думаю, что так или иначе он это примет. Я думаю, что он скорее всего примет. С другой стороны, если нет, с другой стороны, если он этого не примет, то можно в таком случае говорить о том, что, возможно, мужчина вас не любит, возможно, человек вас не ценит. Человек просто хочет, чтобы вы были его и не более того. Да, это неприятно, безусловно, но так. Так. То есть, вам не хватает веры, вам не хватает веры во себя, вам не хватает уверенности в себе, в своих силах, вам интересах, это вы подвергаете, к сожалению, сомнениям. Вот. Причем, мне кажется, кажется, что подвергаете совершенно зря, совершенно напрасно, совершенно неоправданно, совершенно необоснованно. Вот. И причиной тому является, в частности, то, что вы вот сами отношения ставите выше всего. Это тоже есть основания, вот вам тоже есть причины. Ну и какие причины нужно выяснять еще. Я надеюсь, что только на то, что вы это сделаете, в том числе и со специалистом. Вот. Определитесь, пожалуйста, с вопросом, определитесь, пожалуйста, с вашим вопросом к психологу. Вот. И мы вам сможем помочь. Ну, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится.